Сотрудники полиции совместно с кинологами и сотрудниками Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте ежедневно проводят на вокзалах в Рязани и населенных пунктах области рейды по охране общественного порядка. В преддверии новогодних праздников эта работа проводится в усиленном режиме. Полицейские патрулируют вокзалы, прилегающие к ним территорию, обследуют проходящие поезда и электрички. Проявляется отработка подвижного состава пассажиропотока. В определенных местах размещена информация для граждан по обеспечению имущественной безопасности, размещены ориентировки о лицах, которые представляют интерес для правоохранительных органов. По громкой связи на вокзальных комплексах ежечасно осуществляется информирование граждан о действиях при обнаружении бесхозных вещей, вариантах обращения в правоохранительные органы, по противоправных действиях в отношении них. Рязанские полицейские и сотрудники полиции на транспорте обращаются к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к небольшим неудобствам, возникающим в ходе рейдов и досмотровых мероприятий. А также незамедлительно извещают сотрудников органов внутренних дел об обнаружении на вокзалах бесхозных вещей или совершении противоправных действий. А специально подготовленные сотрудники полиции традиционно в преддверии Нового года облачаются в костюм Деда Мороза и с мешком подарков навещают детей полицейских. В этом году в первую очередь полицейский Дед Мороз посетил детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, и детей полицейских, находящихся в служебной командировке. В каждой семье полицейского Деда Мороза и его помощницу Снегурочку встречали наряженные новогодние елочки и нарядные дети. Вместе с Дедом Морозом и Снегуркой детишки водили праздничные хороводы. Ребята подготовили для сказочных гостей новогодние праздничные стихи и песенки. А полицейский Дед Мороз поздравлял детишек с наступающим Новым годом и доставал из мешка подарки – игрушки и сладкие наборы. Словом, рязанские полицейские люди не только ответственные, с честью выполняющие свою работу, но еще и творческие. Еще одно доказательство этому – розыгрыш золотого кубка Лиги КВН «Подъем», который состоялся в минувшие выходные. Впервые в истории Лиги, как, впрочем, и во всем Международном союзе КВН, одним из организаторов игры выступил Общественный совет при МВД России Паризанской области. Лига силовых структур и ведомств России «Подъем» является официальной лигой Международного союза КВН. Сезон 2015 года был ярким и насыщенным на события. По уже сложившейся традиции, итоги долгой и трудной работы команды подводили в Рязани. Зрители по достоинству оценили качество и стиль юмора, ведь приехали лучшие команды текущего сезона. По итогам игры гран-при золотого кубка Лиги КВН «Подъем» завоевала команда «Достучаться до звезд». По единодушному мнению жюри, зрители и команде МВД России Паризанской области, их разыскивает милиция, вручили Кубок Народного чемпиона. Игра проходила в подлинно КВН-овской атмосфере при переполненном зале Рязанского дворца молодежи. Игра настолько понравилась зрителям и членам жюри, что было принято решение и впредь проводить розыгрыш итогового Кубка Лиги силовых структур и ведомств России «Подъем» в Рязани.